Здравствуйте дорогие друзья! И по вашим многочисленным просьбам я сегодня решила снять видео о том, как я делаю белковый крем. Вот такой в итоге крем у вас получится. Будет видео у нас без монтажа для того, чтобы открыть ну просто все, что только можно. Ну что ж, давайте будем начинать. И начинаем мы с того, что заливаем наш сахар водой. У меня здесь будет сироп на 3 белка, 240 грамм сахара. Воды наливаем ровно столько, чтобы она покрывала наш сахар. Чем больше воды вы нальете, тем дольше вы будете варить свой сироп. Поэтому наливаем постепенно и смотрим, чтобы сахар был полностью покрыт жидкостью. Варю я свой сироп на самой маленькой комфорке, но включая ее на максимальную мощность. Чем толще дно вашего сотейника, тем дольше время варки сиропа у вас займет. Если с тонким дном, у меня обычно это 8 минут. Если вот с толстым дном, как в данном случае на видео, это 10 минут заняло. Как только я включила вариться свой сироп, сразу включаю взбиваться белки. У меня миксер 900 ватт. Возможно, у вас миксер намного мощнее, поэтому вы тогда можете включить, взбивать свои белки приблизительно за 3 минуты до окончания варки сиропа. Также бытует такое мнение, что белки можно перебить, но не знаю. По крайней мере, с моим миксером у меня это еще ни разу не получилось. И крем хлопьями у меня не был. То есть взбиваю сразу и я не переживаю о том, что мои белки могут не добиться. Но опять же, я никого не заставляю делать так же, как это делаю я. Вы можете делать так, как делают все. То есть взбивать за минуту-две до окончания варки сиропа. Ну и теперь опять вернемся к нашему сиропу и поговорим о правилах. Конечно же, самое главное правило белкового крема это чистая посуда. Если вы сомневаетесь, что может быть где-то у вас осталась какая-то жиринка, то перед тем, как варить сироп, помойте свою посуду еще раз и вытрите, конечно же, ее насухо. Даже знаю, некоторые девчонки еще дополнительно протирают спиртовыми салфетками, либо уксусом. Ну тут смотрите сами. Так, далее. Ни в коем случае мы наш сироп не мешаем. Как вот вам будет видно на видео, я ни разу к нему не прикоснулась. То есть насыпали сахар, залили водой и все. Просто ждем. Потому что все дополнительные движения нашими ложками приведут только к одному. Ваш сироп просто-напросто кристаллизируется. Поэтому ни в коем случае ничем не мешаем. А просто ждем, когда наш сироп достигнет температуры 125-127 градусов. Крем получается довольно-таки плотный. С ним очень удобно работать. Удобно и выравнивать, и делать цветы. То есть такая универсальная, мне кажется, плотность крема. Ну что же, давайте посмотрим. Наш сироп начал закипать. Вот уже появились первые пузырьки. Многие девочки с этого момента начинают засекать время, сколько нужно варить сироп. То есть вот как только появились маленькие пузырики, пошло время. В моем случае я делаю это немного по-другому. То есть как только я включила плиту, время мое пошло. Вы опять же можете ориентироваться, как вам удобнее. Засекайте время, смотрите, чтобы вам было проще потом впоследствии варить ваш сироп. Пока мы варим наш сироп, проходит у нас три стадии. Первая стадия это закипание. Вторая это такие буйные пузырики, когда наш сироп будет очень-очень сильно кипеть. Ну и третья стадия это ленивые пузырики. На них мы потом остановимся более подробно, чтобы вы могли определить даже без пирометра приблизительно сколько градусов достиг ваш сироп. Вот опять же, кстати, по видео вам можно будет очень удобно засечь приблизительное время от первой стадии до второй. То есть вы уже по видео будете определять, как долго варился мой сироп до самых минут, можно так сказать. Видите, вот только недавно закипел и вот уже начинаются у нас обороты. То есть наши пузырики становятся все более активные. Скоро они достигнут уже своего пика. И начинается самый интересный процесс. Мы будем ждать, когда вот эти буйные пузырики станут такими ленивыми. Потому что вот именно на стадии вот этой лени очень многие делают распространенную ошибку. Они просто недоваривают сироп. Особенно если у вас нет термометра, либо пирометра, по которому можно определить стадию вашего сиропа. Кстати, раньше, когда у меня не было термометра, я всегда пользовалась таким способом. Это варка сиропа до состояния шарика, либо тонкой нити. Тут смотрите сами, как вам удобнее. Если как состояние шарик, значит берем стакан с ледяной водой, окунаем ложку в наш сироп и капаем капельку сиропа в стакан. Ваша капля должна достигать дна и оставаться с формой шарика. То есть если у вас сироп расплылся по дну, значит он еще не готов. Ну а способ с нитью, это просто-напросто окунаем ту же самую ложку в наш сироп и смотрим, чтобы сироп стекал именно тонкой нитью с вашей ложки. Если у вас тонкая нить есть, значит все готово. Если сразу капает, значит сироп еще не доварили. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как наши пузырьки становятся все более и более ленивыми С этого момента можно начинать проверять ваш сироп на шарик, либо на нить В моем случае прошло 8 минут Теперь просто ждем, когда наш сироп достигнет нужной температуры Для чистоты эксперимента буду использовать пирометр и проверять готовность своего сиропа На данный момент показывает мой пирометр 125 градусов, но я буду уваривать свой сироп до 127 градусов Так как плотность моего крема будет намного лучше, если я доварю свой сироп до 127 градусов С ним будет удобно работать, удобно будет делать не только цветы, но и также выравнивать Еще буквально полминуты и проверяю опять свой сироп Итак, вижу я уже на пирометре 127 градусов Теперь можно спокойно выключить наш сироп и добавить лимонную кислоту И вот тут очень-очень важный момент Лимонную кислоту мы добавляем только после того, как выключили газ Ни в коем случае мы не добавляем лимонную кислоту, когда наш сироп варится Тогда 100% ваш крем горчить не будет Обязательно учитывайте данный момент Ну что же, сироп сварен Белки у нас плотные, хорошо взбитые Теперь начинаем вливать наш сироп тонкой нитью Это очень-очень важно И действительно здесь тоже допускается очень много ошибок Так как сироп выливают слишком быстро Обратите внимание, насколько тонкая нить у моего сиропа То есть тянется он тонкой-тонкой ниточкой И еще один важный момент Ваш сироп должен вливаться между дежу и вашим венчиком Потому что если сироп будет попадать сразу на венчик Он будет просто-напросто раскидывать его по дежу То есть нужно найти такое место в вашем миксере, скажем так Где ваш сироп будет попадать именно в белки И при этом не разбрызгиваться по стенкам дежу Ну и пока я добавляю свой сироп Хочу поговорить о скорости вливания Очень частая ошибка Это быстро влить сироп То есть чем быстрее мы вливаем наш сироп Тем будет более жиже ваш крем И не важно сварили ли вы его правильно или нет То есть в любом случае данная ошибка разжижает ваш крем Поверьте мне, пробовала я уже Даже если вы потом дольше взбиваете ваш крем Все равно он не получается такой плотный Как если сделать все по правилам и влить его как можно дольше То есть тут вообще не нужно спешить Это действительно очень важный момент Я вливаю достаточно долго Специально оставила видео без монтажа Для того, чтобы вы засекли Сколько времени у меня занимает именно вливание сиропа Чтобы вы не задавали потом Вот многократно один и тот же вопрос Почему мой крем стал жидким Вот это еще одно такое распространенное правило То есть не только недобитые белки у вас могут быть Но и просто-напросто вы слишком быстро влили свой сироп Еще из-за того, что вы влили сироп слишком быстро Ваш крем может получиться с хлопьями Так как белки просто-напросто как бы заварятся То есть когда мы вливаем тонкой нитью У нас карамель превращается в нити И крем становится плотный Если мы вливаем его быстро То ваши белки просто-напросто завариваются И уже здесь не идет разговор о том Что вы перебили белки А просто-напросто вы их заварили Своей большой либо толстой струей сиропа горячего Так что все делаем, как говорится, по фэншую Еще один важный момент, о котором хочу сказать Обратите внимание на видео Мой крем уже достаточно плотный Видите, он уже хорошо отходит от стенок дежун То есть многие девочки на это ориентируются Вам не придется взбивать ваш крем Там 4 еще минуты после того, как вы влили сироп Если вы влили сироп правильно Если вы вливали его именно тонкой нитью То ваш крем будет готов буквально сразу То есть выливаем сироп, взбиваем буквально одну минуту И все, крем готов Плотность я вам уже показывала в начале видео То есть не нужно потом ждать, когда крем остынет Вы вот это время оставите себе на потом Потому что каждый раз, когда мы добавляем с вами краситель в наш крем Нам нужно его вымешивать И вот это вот время у вас останется именно на красителе Благодаря этому после добавления красителя в крем У вас он не будет становиться жидким То есть вы сможете работать спокойно Добавляя достаточно большое количество крема в ваш краситель При этом он будет оставаться таким же плотным, красивым И с ним будет очень приятно и удобно работать Вот смотрите, то есть уже вот в принципе сироп практически весь влит Крем уже просто, уже мне кажется тут невооруженным глазом видно Насколько он плотный И я думаю, что после данного видео у нас уйдут очень многие вопросы То есть мне кажется достаточно все я вам подробно показала, рассказала Опять же, если будут какие-то вопросы, вы всегда можете мне их задать в прямом эфире Либо написать их под видео Постараюсь на все ответить Вот смотрите, какой крем у нас получился Вот такой вот он плотный, он отлично держится на ленчике, еле сбила Надеюсь, что данное видео вам было полезно Вы поставите мне свои лайки Также, конечно же, если вы были со мной впервые Значит обязательно подпишитесь на мой канал И нажмите на колокольчик, чтобы не упустить новых видео На сегодня все, всем пока-пока